Пенсионная реформа в разгаре, со знаком вопроса. Буквально вчера депутаты Госдумы рассмотрели новое предложение пенсионной реформы и пришли к выводу. Новая пенсионная формула порочна и несправедлива. Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс». В студии работает Александр Вейкер. У нас сегодня в гостях председатель совета директоров группы «Капитал управления активами» Сергей Михайлов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. И главный экономист ФК «Система» Евгений Надоршин. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вы, уважаемые слушатели, также можете сказать, что вы думаете по поводу нашей пенсионной системы, формулы, которую нам представили. Не стесняйтесь. Или задавайте свои вопросы по телефону 65 10 99 6, код города 495. Или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Еще раз повторю, телефон 65 10 99 6, код города 495. А в чем порочность, господа, как вы считаете, Женя? Ну, депутаты говорят «порочная» формула. Ну, я не знаю, то есть оставим это депутатам, вот, кто из них там эту фразу-то придумал, значит. Все-таки я бы не сказал, что она порочная, я бы сказал, что она некорректная, неправильная, собственно, и по многим там путям и вариантам. То есть с тональностью я согласен. Выражение я говорю, пусть расшифровывают сами депутаты. Смотрите, по тональности, да, картина такая. То есть что я могу добавить? Здесь, во-первых, первый момент. Мне, как эксперту, как человеку, который в прошлом году потратил очень приличное количество времени на изучение, значит, того материала, который Минтруция изволила публиковать, выхолостив оттуда, значит, все, так сказать, более-менее конкретные вещи, включая саму формулу, которую, да, в итоге там без особо публичного обсуждения пропихнули, значит, вот сейчас вот как бы в Думу, да, там через кабинеты аккуратненько-аккуратненько, и, значит, в Думу побыстрее, без общественных нормальных и экспертных обсуждений, не считая нужным это, собственно, экспертам, даже экспертам нормально разворачивать. То есть даже от экспертов это пытались прятать. Вот так могу вам сказать. То есть попасть в эти обсуждения было нетривиальной задачей. Я, собственно, и сам там... В этом уже порог, понимаешь? Ну, порог не порог, да, оставим, как бы, здесь этот игрочный момент, что здесь у нас кроется. Вот, с моей точки зрения, картина следующая. Да, я считаю, что, конечно, такой подход к важнейшей, возможно, реформе, которая затронет долгосрочные стимулы экономических агентов как в бизнесе, то есть предприятий, которые являются фактически плательщиками этих так называемых страховых взносов, так и, собственно, как бы население, которое должно стать бенефициаром от того, что предприятие платит эти страховые взносы, нельзя проводить таким образом, невозможно. То есть даже если вдруг это действительно хорошее мероприятие, я хочу вам сказать, что его авторы не приложили практически никаких усилий для того, чтобы дать понять вот этим вот основным заинтересованным сторонам в этом процессе бизнесу и населению, то есть которые, чьи мотивы могут сильно быть изменены или искажены неправильными действиями, да, зависит в долгосрочной, причем не на год-два, а на перспективе 20-30 лет принятием вот этих вот решений, не дали понять, как бы, что же действительно там расположится. Я вам более того хочу сказать, мои экспертные оценки, которые, в общем, я не вижу никакого смысла от принятых решений сейчас пересматривать, говорят приблизительно о том, ну вот в конце прошлого года, последний раз, когда я там серьезно что-то считал, просто потому что последний раз была там нормальная возможность прикоснуться, поработать с документами, как бы никто не пытался их прятать, не говорил, мы вам ничего не покажем, потому что у нас тут 10 версий, мы спорим, вот, как бы и не знаем, какую вам наружу, значит, выкинуть. Соответственно, вот в тот момент они показывали, что где-то там году, ну, к 16-му, сейчас немножко подкручено, там видно, то есть как бы поменяли немножко, ну, к 18-му система, к сожалению, опять перестанет полноценно работать. То есть рухнет. И начнет, да, можно сказать и так, а правильнее, экспертнее будет высказаться. Она и так рушится сейчас. Помимо эмоций, я хотел бы, да, добавить, чтобы оценка была хотя бы частично экспертной, хотя, говорю, я уже вам сказал перед эфиром, повторю в эфире, я не считаю нужным выступать экспертом по отношению к детищу, соответственно, как бы людей, которые сами не посчитали нужным выступить как эксперты и защищать, так сказать, свое творение перед там лицом публики, перед другими экспертами, перед кем бы то ни было, да, то есть это некорректно, неправильно. То есть как вот представителя общества, да, я считаю, что как бы со мной поступили плохо уже просто поэтому. Это вот эмоциональная составляющая, значит, экспертная оценка моя, да, что где-то к 16-18 году эту реформу придется переделывать. Она начнет создавать дисбалансы, с которыми, к сожалению, система в очередной раз не будет справляться. Это опять создаст нагрузку на федеральный бюджет. Там остается как бы вот это вот закрытие, что федеральный бюджет должен, ну, то есть как бы, что нужно обеспечить доходность не ниже, чем инфляция, а то и инфляция плюс, как бы, да. И, соответственно, как бы груз ложится на федеральный бюджет. То есть дыру опять начнет закрывать федеральный бюджет и, очевидно, у него начнет расти опять трансфер к пенсионному фонду. Вместе с ростом этого трансферта, очевидно, придет желание пересмотреть пенсионную реформу. Ну, просто потому, что вот мы первый раз уже начали весь эту всю историю с пенсионной реформой. Ровно из-за того, значит, нагрузка на федеральный бюджет выросла до такого уровня, что федеральному бюджету стало жутко дискомфортно. Он предпринял усилия для того, чтобы спихнуть с себя эту нагрузку. Она перешла частично на бизнес, частично вот как бы в рамках этой реформы немножко размыто. Но, по большому счету, реформа не решает коренной проблемы. То есть мы опять вот через несколько лет вернемся к ровно почти такому же вопросу, немножко в другой формулировке. Эта реформа, скорее всего, будет скорректирована, пересмотрена, переделана из-за возникающих дисбалансов. Ну, в очередной раз, да. И мы получим, да. И, собственно говоря, я не понимаю тогда, какие у меня могут быть позитивные ощущения по отношению к тому, недоделанным чего. И какая у меня будет пенсия, в конце концов, да? Ну, это самое ужасное. Я вам хочу сказать, самое ужасное последствие. Нет, нет, постойте. Самое ужасное последствие этой реформы, я считаю, что это стоит положить с самого начала, что, в принципе, экономические агенты сейчас не имеют возможности получить представление о том, сколько же они будут получать на пенсии, ради чего они будут платить эти взносы. А взносы, между прочим, существенные. И пусть они пока в основном ложатся на бизнес, население этого не чувствует, но я вас уверяю, сейчас у нас ухудшается экономическая ситуация, ощутит это и население. Бизнес поделится своим грузом с населением. Так вот, а вы не понимаете, ради чего это происходит? И это, я говорю, это не перспектива года-двух, знаете, раз прошло и все в порядке. Нет, нет, это 20, 30 и более лет. Это долгосрочный мотив. Вы такое искажение в систему закладываете, вы такой дестимулирующий фактор даете, что, ну, хуже, наверное, придумать достаточно тяжело. Ну, вот, приблизительно все, мое мнение поначалу. Но мы еще продолжим. Да, Сергей, а вы порочность видите? Я бы вообще не пользовался этим словом. Почему? Ну, дайте скажу, почему, будет ясно сразу. Ну, если кто-то собирается что-то сделать по отношению к народу, нужно, чтобы все, кто занимается в этом направлении чем-то, достаточно долго высказывались и объясняли. Потому что пенсионерами являются все. Тут еще самое главное, и чтобы слушали. Это не важно. Если вы долго говорите, вас кто-нибудь да и услышит. А потом у вас есть... Нет, и чтобы они сами тоже слушали. Конечно, конечно. Они же не слышат, я думаю, насколько понимаю. У вас будет основание, в конце концов, сказать, да, мы разговаривали, мы людям объясняли. Возможно, они не поняли, но это уже их проблема. Будем объяснять дальше. Я, как физическое лицо, не как какой-то товарищ при должности, могу сказать, что я пенсионер три раза. Так. Ну, одна пенсия у меня корпоративная, одна частная я ее купил, и одна, условно говоря, государственная. Я понимаю про две, потому что понимаю, из чего они формируются. Последние. Государственную пока не рассматриваю. Понимаю, как я на это влияю, и раньше влиял, и отчетливо верю только в то, что вот это вот я, наверное, получу. Эти деньги сожрет немножко инфляция, возможно, еще что-то произойдет с какими-то курсами валют и так далее, но там я вижу что-то. Вот что делает наш Минтруда, ПФР и другие товарищи по поводу первой моей пенсии, которую я там начну пробовать получать при затяжении возраста, шестилетнего, мне, кстати, недолго осталось. Вот. А мне непонятно ничего, хотя я могу себя называть профессиональным, практикующим финансистом или бизнесменом, работающим в области финансов и так далее. Я, честно говоря, сегодня увидел в АОЧИ, как выглядит эта формула. Вы не видели в Твиттере? Видел, видел, видел. Уже перепостили вас в таком количестве мест, что я вам хочу сказать так. Дмитриева опубликовала в Твиттере. Честно говоря, вот без пол-литра не разберешься. Вот реально. Это и нормально, это и нормально. Как это нормально? Нет, ну слушайте, надо понимать. Там навешано огромное количество разных коэффициентов. Надбавки, добавки, вычеты, учеты. Это высшая математика по полной программе. Ну, это не высшая математика. Для населения это высшая математика. Нет, нет, хорошо. Это укладывается в школьную. Это расчет, это банальный расчет. Давайте не будем, давайте не будем принижать все-таки как бы математические способности населения. Кто до этого не дорос, все-таки пусть лучше подтянет эта школьная нормальная программа. То есть даже в рамках девятого класса это можно осилить. Вот. Да, формула длинная, формула тяжелая. Да ну и что? Ну, как бы там же нет, смотрите, там нет сложных, там просто вот нагоражено кучу умножений, сложений, как бы там, ну да, умножения, сложения, ну деления, хорошо. Умножения, сложения, деления. Там основные действия, не помню. По-моему, вычитаний там в формуле в явном виде не стоит. Понятно, что она посчитана, да, там среднестатистическому пенсионеру без там еще учета профессионального. Мне понравился комментарий одного из, скажем так, человек, который, ну, в Фейсбуке, по крайней мере, зарегистрирован. И сказала, слава богу, все. Понимаете? Все понятно. Никаких дальнейших действий не надо предпринимать. Вот поподробнее хотелось бы понять реакцию нашей... Простите, простите, позволю, да, позволю себе вклиниться. Вы знаете, эта формула, возможно, самый сильный шаг в отношении увеличения финансовой грамотности, который сделало наше государство за последние 20 с лишним лет. Жаль, нехороший. Продолжим после новостей. У нас пенсионная реформа в разгаре. В гостях председателя Совета директоров группы Капитал управления активами Сергея Михайлов и главной к нам СТФК-системы Евгений Надоршин. Итак, пенсионную формулу мы затронули, ужаснулись, испугались, сказали, что, ну, посчитать-то мы можем. Евгений был прав, по большому счету, да, реально. Но там очень много нюансов. Правильно, Евгений? Да, да, да. Там слишком много нюансов для того, чтобы считать ее было комфортно. Но я вам так могу сказать, это не повод, чтобы на нее не обращать внимание. Если все-таки, я могу быть неправ, потому что, еще раз... Это повод для другого. То есть обращать внимание, конечно, мы можем, но о будущем своем мы тоже должны как-то беспокоиться. Да, абсолютно верно. А судя по тем подводным камням, которые существуют в этой формуле, пенсии нам не видать. Не, не, неправильно. Пенсию видать, вопрос, да, в каком размере все-таки. Ну, это фактически не видать. Ну, то есть есть некоторые действия, которые, там, исходя из этой пенсионной формулы, в принципе, чуть ли не жизненно важно, да, применять. Первый момент, да, убедиться, что у вас идет страховой стаж, а не трудовой. Это важный момент. Вот. Понятно посмотреть на всякие, там, вот эти вот дополнительные множители, одно на другое делить, там, среднее к среднее, чтобы прикинуть, как вам набрать эти полные баллы. Ну, то есть, чтобы, так сказать, наполнение от вашего труда было максимальным. Господа слушателей, записывайте, конспектируйте, что нужно делать. Я хочу вам сказать, там по пунктам надо действительно, как бы, если хотите отдельно разбираться, эту формулу надо выкладывать, по ней идти. Я говорю, то есть важный момент, я не очень хочу делать это за тех, кто обязан был это сделать по-нормальному, да, то есть он должен был и мне предоставить нормальный доступ к этой формуле, а не там задним числом через Думу, соответственно, иметь возможность увидеть это в Твиттере или как-то еще, да, и, собственно, людям это нормально объяснить. Вот как бы мне кажется, что это сейчас неправильный момент, да, но не важно. Вот, самый важный момент, который оттуда следует, я вам хочу сказать, да, можно набрать полные баллы по этой системе, но действительно пенсия, может так сложиться, будет недостаточной. Причина следующая. Наполнять, соответственно, эти баллы будут те, кто будут трудиться, когда человек, который платит взносы, выйдет на пенсию. Мы вводим систему солидарных поколений в значительной степени, то, что пытается сделать государство вот через эту сложную, кривую, неудобную формулу. В значительной степени это так. А это что означает, соответственно? Если у них не будет высокой производительности труда или их не будет достаточно много, чтобы обеспечить должный объем поступлений для того, чтобы наполнить баллы, вот, к сожалению, сейчас пока ситуация складывается ровно так. Я уже говорил, да, я повторю еще раз, между эфирами, да, сейчас вот между 8 и 12, между 8 и хорошо, к концу 11 года рост российской экономики, вот мы, соответственно, восстановили уровень ВВП до кризисного, то есть в 11-м до 12-м, он произошел без роста производительности труда. У нас, соответственно, на сокращение занятости в рыночных секторах, в частности промышленность, там, на добрый миллион человек эта занятость выросла, там, в бюджетных и квазибюджетных секторах, там, социалка, культура и прочее. У нас в среднем по, соответственно, экономике производительность сейчас практически не растет. Это мизерные показатели. С такими темпами роста производительности мы настолько далеко от получения нормальной пенсии за эти баллы, что, поверьте мне, если не ускорится минимум в два раза, ну, решать можно вопрос численности. То есть многодетная семья должна стать стандартом. Есть второй вариант. Боюсь, пока мы здесь тоже так же далеко, как и от роста производительности. Вот. Это реальная банальность, смотрите, которая следует из этой формулы четко, индивидуально, да. То есть, как бы, если ты хочешь, чтобы твоим детям твоя пенсия была по силам, вот я боюсь, соответственно, есть два варианта. Либо, соответственно, вкладываться и стараться работать так, чтобы производительность была... Если ты готов принять эту формулу как данность, да, это самый важный момент. А пока население мало что сделало, то есть, в общем, эксперты общества для того, чтобы что-то здесь, как бы, поменять. Нет, ничего, едим, как бы, вот нам, как бы, просовывают. Мы едим, больно кривимся, как бы, неудобно, неприятно, но ничего. Слушайте, как бы, вот, никаких, так сказать, особых недовольств по этому поводу я не слышу. Редкий эксперт берет на себя, так сказать, смелость активно возмущаться подобным. Но, Сергей... Да. Я подозреваю, что народ просто давно на это не надеется. Очень давно. Очень давно. Мы эту тему поднимаем. А тогда что, трудись и размножайся? Я говорю, есть только... Нет, нет, нет. У меня есть, как бы... Я предложу вам... Новый девиз, кстати, новая идеология в стране. Другую версию оценки происходящего. Вот экономика у нас не сильно растет или совсем не растет, да? Известное количество народа переходит из реального сектора в чиновники или там врачи, милиционеры. Или мечтает, или мечтает. Немногим это удается. Ну, вот, Евгений сказал, что безработицы у нас нет. Мизер, мизер, мизер. Ровно потому, что... Исторический минимум. Не то, что нет, но... Из разорившихся предприятий люди сумели трудоустроиться еще куда-то. Он примерно это говорит. На мизерные зарплаты не факт, что у них есть страховая часть. Но там уже не совсем мизерные, я вам хочу сказать. Это почти все категории, которые по президентским указам сейчас как бы должны получить зарплату выше среднего по региону, а то и по стране, а то и, соответственно... И в реальном выражении, не забывайте, и с опережением инфляции, там набор обязательств по всем этим секторам. Ой-ой-ой. И чиновникам тоже неплохо. Так сказать, я не хочу сказать, что это мизерные зарплаты уже. Я хочу сказать, это важный момент. Не мизерные. Да, то есть мы не получили там роста производительности, пока непонятно получим ли. Мы не получили там... Ну, не везде, во многих местах не получили более высокого качества. Я здесь согласен. Это не все в явном виде чиновники. Это квази, возможно. Эти бюджетные сектора, да, Сергей? Ну, вот услышите простую статистику. Опять, Евгений, пусть как макроэкономист ее мне подтвердит. Отдувай, отдувай. Его не остановить. Продолжайте, Сергей. Пусть отдувается, да? Он так быстро и много говорит про высокое, что мне кажется, что... Он как профессионал не первый день на телевидении и на радио. Ну, наверное, да. Он пытается успеть в этот час рассказать календарную почту. 15 минут. Я вижу бумажку, что у меня написано здесь. Да, Сергей. Я скажу вам, что... Евгений подтвердит, что, например, продажи автомобилей растут, и наш покупатель российский занимает, по-моему, третье место в мире. Подождите, вы... Правда хотите, что я подтвердил? Ну, да. Падают на 8% по октябрю. Да, я тоже знаю. Ну, вот это, может быть, вот недавно началось падение, но тем не менее. Ну, мы до 3 миллионов, мы хотели... Если посмотреть прошлогодние прогнозы автопроизводителей, они все как бы верили, что выше 3 миллионов мы хотели стать первым рынком в Европе. У нас было там несколько хотелок. Тем не менее, мы не хотим сказать, да, типа, люди зарабатывают меньше, и машин, и иных вещей не покупают. Но продажи хорошие. Мы получим по этому году, ну, там, 2,8, может, миллионы случиться вполне. То, что называется туроператорством и нашими поездками и вывозом денег за рубежи, растет тоже, если нет. А вот здесь я с вами соглашусь еще как. Там рос шикарный. В этом году мы отдохнули, дай боже. Третий квартал был феноменальный, я вам хочу сказать. Возьмем какие-нибудь простые, примитивные ритейловые примеры, там, про телефоны, например, про там, пылесосы, холодильники, или, например, возьмем банк Тинькофф кредитная система, который показывает какие-то выдающиеся результаты. То есть народ, откуда ты берешь... То есть Гербанк тоже показывает. А вот и Стиньковый берет. Откуда ты берешь деньги для того, чтобы тратить на себя, и эти деньги точно он не берет с места работы. Это разница. Или он работает таким образом, что получает какую-то неформальную сумму. А здесь парадокс. Статистика, которая оперирует Евгений, не всегда соответствует действительности. Это правда. Вот это факт. Как он меня сразу? В данном случае про действительность совпадает. Понимаете, тот, кто рисует эту статистику, ну, простите. Но они пытаются дооценивать. Я хочу сказать, к чести и Центрального банка, и Росстата, как бы в последние годы особенно предпринимают существенные усилия для того, чтобы как можно лучше ее очистить. И я там с удивлением взглянув, например, на старые данные, я замечаю, как их сильно могли пересмотреть. Идут дооценки, идут дооценки, идут корректировки. Ну, безусловно, когда вы вынуждены что-то оценивать, не имея возможности собрать оттуда информацию, естественно, как бы эта статистика будет неточной. Но лучше... Сергей, заканчивайте свою мысль. Да, мысль проста, что я думаю, что тот, у кого сейчас руки и голова и другие части тела на месте, и он способен работать, он работает и не очень в эту формулу смотрит. Бой человек разумный, да, глядя туда, он бы сказал, что сказал Евгений, еще раза три поменяют, пока я доживу до пенсии. А сейчас я пока буду зарабатывать, откладывать это в натуральном виде, в виде, там, извините, денег наличных или квартир, или, там, холодильников, автомобилей и так далее. Так народ страхуется. То есть, по большому счету, вы хотите сказать, что деньги у народа есть? Да. И народ сам решает свою собственную проблему. Именно. Не полагаясь на государство. Именно. Но это процесс, но, по-моему, так было сразу же после перестройки. Ну, погодите. Это плохо. Это уже 20 лет. Еще раз приведу пример. Это очень много. Это очень долго. Извините, как человек, который живет достаточно долго и видел разные категории пенсионеров. Я помню своих двоих бабок, отчетливо помню, я уже был там почти лет 20 от роду и понимал, как устроена жизнь и сколько они получают денег. Они получали пенсию примерно 18 рублей или 16. Это была середина 80-х годов, утверждая, что на эти деньги даже умереть толком нельзя, если вдруг ты попал в такую историю. А прожить на нее было нереально. Поэтому они работали. Они жили, пардон, у собственных детей и они работали всю жизнь. Это люди, которые родились, извините, в 1902 году. Вот им уж досталось, поверьте. На их долю выпало сумасшествие. Я не знаю, что государство с ними тогда, богатое на нефть и доллары, расплатилось вот такой вот замечательной циферкой. А многих потом еще обокрало. А это следующая категория, это мои родители, например, которые долго трудились, там по 40-50 лет, вышли на пенсию, 120 рублей, там, самый максимум получали, но очень недолго. Там, в 1991 году эти 120 рублей стали примерно такими же, может быть, даже и меньше, чем 18. То есть система не поменялась? Не поменялась. Стала еще хуже? Я не хочу сказать хуже или лучше, но она не поменялась. Мы продолжим об этом говорить сразу после новостей на Финомофе. Мы продолжаем обсуждать пенсионные реформы в разгаре, мы вот тут в перерывы пока шли новости, даже увлеклись несколько продолжением разговора. Я представлю, что у нас сегодня в гостях председательства директоров группы Капитал управления активами Сергей Михайлов и главный к нам из ТФК-системы Евгений Надоршин. Мы продолжаем обсуждать пенсионную реформу, пенсионную формулу, но от формулы мы даже хотим отойти в сторону, потому что она настолько... Ну, я предлагаю, по крайней мере, да, да, то есть как бы без перед глазами, чтобы вот все там мы трое по ней ползали с каждым коэффициентом и к тому же, да, без там видео вообще это достаточно тяжело, если мы говорим о формуле, то есть это словесный поток достаточно большой и длительный, как бы, а результат... И заниматься этим ликбезом, как это считать, тоже не хочется. Да, вот это вот важный момент. Этим вообще по-хорошему должен был заняться. За других не надо. Должен заняться в первую очередь авторы, как бы, вот, и в первую очередь, как бы, они обязаны были бы это сделать, а не сделать то, что они сделали бы. По большому счету, мы говорим о чем, принимая вот в первом чтении эту пенсионную реформу. Увеличивается пенсионный возраст, правильно? И насколько я понимаю, то есть нам предлагают работать больше. Так или иначе. Не факт, что мы заработаем на пенсию больше денег. Не факт, что мы найдем работу с таким подходом ко всему, но предлагают работать больше. Предлагают работать больше. Притом, при том, при всем, работать больше, дольше, иметь много детей. Мы будем скоро похожи на Индию. На кастеры разобьемся, там, кто-то будет касты нищих, кто-то животных и так далее. Если в ту сторону мы ходим, ну, да, да. Человек, даже индиец, один Нобелевскую премию получил, как выживать в нищете и как радоваться по этому поводу. Отличная идея. Мне она уже нравится. Не, но все-таки мы не про нищету. Я думаю, что это, наверное, все-таки нам надо понимать, что мы довольно богатая страна сейчас. Конечно. Все-таки. И там многие страны Восточной Европы, да и центральные, они уже нам могли бы позавидовать, если говорить о уровне дохода. Если говорить о качестве жизни в целом, вот что есть интегральные показатели, учитывающие все, там, инфраструктуру, отношения с властью, учитывает ли власть, ваше мнение, и так далее, и тому подобное. Ну, там, я не знаю, удобство путешествий, виз, там, все остальное. Вот по качеству жизни мы, конечно, даже страны Восточной Европы, многие, конечно, Вы говорите только о москвичах. Да нет, почему, на самом деле. Средняя зарплата по стране, вообще-то, уже выше, чем средняя зарплата в Сербии, в два раза, например, на секунду. Это не относится. То есть Москва здесь всего лишь один из регионов, где зарплата в четыре раза выше, чем в Сербии. Ну, просто для сравнения, вот, например, фактом, с которым я имел дело не так давно, несколько месяцев тому назад, когда анализировал экономику этой страны, и поэтому у меня это свежо и перед глазами. Поэтому не только к москвичам, давно. То есть средняя пенсия в России, соответственно, не сильно ниже, чем средняя зарплата в Сербии, по крайней мере, ту, которая ее регистрирует, их статус-служба. Сколько ты в Сербии-то? Что это? Это меньше, чем префектура Москвы какая-то. но неважно. Я просто говорю, что вот все-таки есть такая страна, как бы, да, пожалуйста, в Восточной Европе, пожалуйста, без проблем, так сказать, любуйтесь. Ну, и это не одна, это не единичный случай. Таких стран немало. Я приведу пример, извините, Греции, в которой средняя пенсия была 1200 евро, а у нас она типа 400 около этого, да? Да, да. И где это Греция сейчас? И, собственно, где мы сейчас, да? Греция эту пенсию выплачивала из занятых денег, но никак не занималась экономикой. Хорошо, почему вы не приводите пример Франции, Германии, Великобритании, США, Америки? Нет, нет, просто потому, что эти примеры действительно, которые на глазах и очевидно стоят, они подчеркивают то, что мы еще достаточно слабо развиты по сравнению с лидерами развитого мира. Это правда. То есть нам есть еще куда расти, есть куда увеличивать. Извините, мы какая пятая экономика в мире, да? В пределах. Ну, сейчас там плюс-минус мы в первой десятке комфортно располагаемся. А вот в отношении пенсии, если мы вернемся к цифре и возьмем себя, да, и Европу, мы сопоставим с экономиками, которые там во второй сотне, наверное, мировой. Что это? Не скажу, не сравнивал, но точно мы не в первой десятке. Это правда. И не в двадцатке даже, я скажу вам. Хорошо. Да, это возможно. А существуют системы, которые можно применить для России, чтобы не было этих разговоров безумных, чтобы не было этой безумной формулы. То есть, есть ли системы в мире, которые применимы в России, чтобы мы не чувствовали себя изгоями, выйдя на пенсию? Есть, извините, есть простая правда в этом процессе. Вот пусть у вас будет какой-то прибор с двумя ручками. Одной ручкой вы увеличиваете социальные блага как-то или уменьшаете, а другая ручка у вас по развитию экономики. Ну, то есть, вы там что-то делаете для того, чтобы там ВВП рос, там какая-то экономика куда-то двигалась, отраслевая, региональная и так далее, и так далее. Мое ощущение, что товарищи, находящиеся там где-то, вот где им положено находиться в правительстве, крутят только левую ручку, там, где нужно бояться и чего-то уменьшать с точки зрения социальных выплат. Вы где-нибудь, от кого-нибудь слыхали, как мы будем, например, поднимать автопром или авиапром или военно- или там ракетно-космическую отрасль? В основном мы защищаем тот же автопром пошлинами и так далее. Ну, есть, слушайте, ну, вот программу слышали? Нет. Я вам приведу пример следующий. Японцы, после Второй мировой войны, будучи побежденными всеми на свете, разбомбленными там и серьезно убитыми, в 46-м году создали программу развития отечественного машиностроения, имея два мотоциклетных завода. В 72-м году они начали продавать свои машины в Соединенные Штаты Америки, которые их победили в этой войне. Это известная история. Не хитрая история. Ну, я просто спрашиваю, есть у нас такая программа про какую-нибудь... Ну, программа есть, я вам так могу сказать, как экономистами, еще дело с этими вот так называемыми... Покажите, у нас только программа, Евгений. Дорожная карта, это называется дорожная карта, все плюются, включая огромное количество чиновников, вынуждены с ними работать, они регулярно не исполняются. Сейчас они пытаются... какие-то деструктивные моменты в эту дорожную карту в виде каких-то новых нормативных актов и так далее, и весь этот карточный домик рушится сразу. Ну, я вам хочу сказать, потому что как бы заниматься как бы планированием, да, гипотетически там чего-то где-то строить, да, как бы и воплощать его в реальные меры экономической политики, это не одно и то же. И мы, первое, умеем делать все еще неплохо. Там остались специалисты, подчас даже советских времен, хорошо квалифицированные, которые вот эти самые дорожные карты, ну, неважно, там есть люди, хорошо поднаторевшие в этом умеют делать. Проблема в том, что, соответственно, они не являются руководством к действию. То есть план, может быть, сколько угодно хорош, плох, неважно, соответственно, его принимают и откладывают на полку. Сейчас, как бы, ситуация становится сложнее, потому что бюджет переходит на долгосрочные целевые программы. В первые-то годы это ничего, а когда, соответственно, там вот эти ориентиры, которые туда занесены, начнут, так сказать, сжать, их надо выполнить, а они не факт, что будут везде выполняться. Вот будет любопытно посмотреть, насколько, соответственно, государство реально в качестве истинного ориентира своей фискальной и экономической политики возьмет вот циферки там и показатели, заложенные в этих программах. Это будет тест, потому что мы пока такого не пробовали. Не знаю осознанно, насколько осознанно мы перешли на этот программный бюджет, но вот тут нам придется вспомнить, значит, и про прогнозы, и про карты, и про стратегии, потому что раньше, когда все не клеилось, ну просто карту переписывали, значит, новая пошла. А что нам мешает сделать потом? Вот, если, соответственно, такое начнется с программами, это просто станет гораздо более заметным процессом, потому что карты имели хождение в очень ограниченном кругу, скажем, там, чиновников и закрытом кругу, тоже очень закрытом кругу допущенных экспертов. После этого, знаете, эти там 100 тысяч страничные документы изучать, как бы, возможности нормальные мало у кого было. Вот, потому что если вы там сразу не внутри, то потом тяжело достаточно понять, что там по сути заложено. По форме-то вы можете еще прочесть, а в сути расковырять это довольно тяжело. Это документ тяжело пригодный для последующего употребления. С программами будет тяжелее, потому что все-таки это бюджет, на него так или иначе будут смотреть, его так или иначе будут ковырять там те же депутаты, он публичный, он гораздо более открыт, его гораздо внимательнее будут смотреть. Все-таки, поскольку там идут живые деньги напрямую, там гораздо больше интересов пересекаются, поэтому будут группы интересов, которые будут, что называется, дезавуировать то, что там зарыто и спрятано в разных местах. Это будет всплывать в большем объеме. Поэтому это плюс, за это как-то придется отвечать. Просто так задним числом перекрутить. Хочется понять, кому? Слушайте, вот вы как все сразу, да? Я вообще хочу сказать, что вот этот вот момент тоже, как бы ваше предложение самому заботиться о себе с точки зрения общества в целом, да, конечно, это, что называется, это не оптимальное решение. Да, вот вы в предыдущую 15-ти минутку озвучили. Это момент, я согласен, что, к сожалению, с нашим государством очень часто... если мы видим, что... Нет, нет результата. Нет, нет, тут дело в том... Моих родителей уже нет результата. Ну, тут ситуация какая, то есть, как бы, допустим, проработав всю жизнь, нет результата. Допустим, действительно, возможно, как бы, скажем, для родителей, моих, для моих, для ваших, как бы, родителей в существенной степени, ну, то есть, здесь, как бы, нет отличий. Многое уже потеряно, они мало что могут поменять, но ситуация в том, что мы еще можем. То есть, это важный момент. Это важный момент, и ситуация следующая. Когда ты атомизируешься, как бы, вот, закрываешься, говоришь, вот, я тут на себя буду работать, значит, все получится, сколочу, уеду жить в другую страну. Очень многие, кстати, так думают. Я вам хочу сказать, статистика... Некоторые уже так сделали. Да, да, да. Вот именно. Некоторые. Это ключевое слово. Статистика штука упрямая. Когда у вас большинство населения думает, что оно заработает, там, зашибет деньги, а потом где-то будет в хорошем месте жить, и его эти вопросы не коснутся, оно ошибается. Некоторые только выскочат. А все остальные будут расхлебывать свое бездействие, как бы, соответственно, потом на пенсии. То есть, когда они тоже окажутся у разбитого корыта, и потом начнут кого-то обвинять. По статистике таких будет 10%. Да, статистика, как бы, вот здесь, как бы, вот здесь, смотрите, вот статистика в отношении того, кому удастся выскочить, я верю. Это прошлое, это факт, как бы, здесь, как бы, даже если ошибка, она несущественна. А вот по отношению того, что будет с пенсионной реформой, там, 10, не 10, я сейчас не буду, как бы, утверждать. Там может быть очень по-разному. Зависит от того, насколько мы сможем, то есть мы, причем не просто государство, за производительность отвечает не только, там, собственник завода, да, там, или, я не знаю, компания, не только государство, работник отвечает. Если ты относишься к своей работе АБК, то, соответственно, и производительность высокой не будет. Это важный момент, о котором каждый должен подумать. Это то, что нам нужно оставить своим детям, между прочим, как бы, хорошую культуру, нормального отношения к труду. Мы не смогли ее приобрести с советских времен, нормально, как бы. Так она уничтожена была. Слушайте, как бы, ну, как бы, кто-то должен ее восстанавливать, как бы, надо начинать самим. Если мы готовы принять эту реформу, простите, как бы, то есть ситуация следующая. Просто штука в чем? Как бы работать на себя, я говорю, как бы можно. Часть людей сможет себя обеспечить, но это будут не все. Так получится... Это будет меньшинство. Да, именно так, что это... А большинство будет вынуждено положиться на ту пенсионную систему, которую сейчас принимают. Вот в чем штука. Или на ту, которая будет после этой пересмотренной. Так не лучше ли сделать так, чтобы приняли нормально? Евгений, это кому мы сейчас говорим? Ну, я слушателям говорю, на самом деле. Я слушателям в первую очередь. Я хочу сказать, что это в первую очередь касается многих слушателей. А вот, например... Прошу прощения. Вот, например, есть какое-то количество людей, которые уже пенсионеры, и которые не работают и живут на пенсию. Вот мое ощущение, что это, ну, миллионов 25-30 народу. Ну, 38 в сумме, 30... 40 миллионов человек у нас сейчас. Пенсионеров. Это да, по статистике. Именно, которые живут без этой замечательной формулы уже. Да, но их она и не коснется. Она их и не коснется, да. Я этих пенсионеров лично знаю. В количестве собственных родителей, собственной женой, друзей у меня много, много пенсионеров и так далее. Это правда. Я могу называть цифры, которые эти пенсионеры получают. А что называть-то? Вы с вами уже 400 в среднем долларов. Это как бы среднее. Это среднее, среднее. По черту. Распрос очень приличный и не всегда справедливый, я бы сказал. Да, есть у меня товарищ, который трудился на Северах, там, примерно 20 лет, у него северные надбавки и так далее. Пенсия у него 12 тысяч. Правда, он ушел на нее пораньше, в 56, что ли, лет, или там, 57 и так далее. Ну, нормальный посыл. Ну, человек, который всю жизнь, мягко говоря, все здоровье там потратил. Ну, что я вам хочу сказать. А вот люди, которые, соответственно, там, я не знаю, скажем, отличились в труде, там, герои, не знаю, заслуженные, незаслуженные, с оборонкой или какими-то еще вещами связанные, могут получать спокойно 30 и 30 выше и с вами не согласятся. Им надбавки вполне нормальные на пенсию. Поэтому я вам хочу сказать, есть и профессиональные надбавки, которые более выгодные, чем у вашего товарища. Возможно. Поэтому тут, и причем, это все не всегда заслужено. Тонкий момент заключается в том, что это... Это какая-то категория граждан, которые могут получить такую пенсию. Их меньшинство. Да, да. Ну, как бы, насчет меньшинства не соглашусь. Но депутаты еще хорошие пенсии получают все. С оценками там ситуация различна, но, как бы, это существенная доля. Я хочу сказать, чтобы часть людей получала по 5-6 тысяч рублей, как бы, нужно иметь существенное количество получающих по 20-30, чтобы в среднем выйти на 10+. Это уж, поверьте мне, здесь, как бы, арифметика. Тут не нужно ошибаться. Это существенное количество. Я рискну предположить и подтвержу ваши слова, что новая формула появилась в результате того, что люди, занимающиеся у нас бюджетом, поняли, что будут проблемы с бюджетом. Да. Я вам хочу... И проблемы с их пенсией. Сейчас, милочек. Когда вся реформа задумывается так, это действительно порочно. Вот, как бы, это действительно порочно. Не формула сама, а вот задумка реформы. Согласились, да? Давайте про народ все-таки будем говорить, который не только попадает в рамки этой реформы, а уже является пенсионером, да? Если я не ошибаюсь, пенсионеров, которые попадают, ну, или работающих людей все еще, но будущих пенсионеров, которые попадают в эту формулу, миллионов 40, наверное, или 50. Плюс, я бы сказал, до 70. До 70. Хорошо, хорошо. Да, честь, да. Сложно, хорошо. Ну, меньше 70, хорошо. Там по возрастным группам надо смотреть. Могу ошибиться. Пусть 60. Да, допустим. Пусть 60. Пусть. Значит, вы адресуетесь сейчас к 60 миллионам товарищей, которые... Ну, плюс все невошедшие, да, в трудоспособные возраста. Да, все-таки, да, 70 плюс даже. Вся молодежь, да, больше. Хорошо, 70 плюс. Понятно, не коснется позже. Которые, возможно, начнут получать пенсию по этой формуле или по какой-то новой после, например, какого-то 25-30 года. 10 секунд, Сергей, на новости сейчас. Ну, закончим лучше вопросом, чтобы не продолжать. Давайте вопросом заканчиваем и уходим на новости. Вот на этих людей мы ориентируемся. Да, абсолютно верно. И им растолковываем, или там Минтрут им должен растолковывать. Через несколько минут продолжим. Пенсионная реформа. Вот о чем мы сегодня говорим. У нас в гостях представитель директоров группы Капитал управления активами Сергей Михайлов и главный к нам Мистер Афкосистемы Евгений Надоршин. У нас есть телефонный звонок. Светлана нам звонит. Светлана, здравствуйте. 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 Я внимательно слушаю вашу передачу. Хочу сказать, что, конечно, вот там один из ваших коллег говорил, что на 13 тысяч там как бы вот можно жить в месяц. Я, может, и соглашусь, конечно. Нет, не можно. В том-то и дело, что не можно. Вроде не говорили. Нет, мы говорили про 13. По факту есть. Да. Мы представили пример, что вот 13 люди как бы довольны. Ну, может быть, да, они и довольны. Я хочу сказать про себя. Вот мне 56 лет, и, конечно, я вот, ну, поскольку в свое время тоже не интересовалась, и, может быть, не было такой информации. У меня стаж-то рабочий есть, а вот эти отчисления у меня, ну, коммерческая была фирма, и, естественно, никаких отчислений и там бюджет не было. И поэтому я вышла на пенсию, вот у меня 6,940. Но я, конечно, работаю, я доплаты не получаю. Вот. И как бы я хотела просто спросить, вот прошел такой слух, что если я работаю, за меня предприятие платит там, ну, какие-то отчисления там, бюджет, помимо, конечно, подоходного налога, что я плачу лично, как физическое лицо. И вот прошла такая как бы информация, что работающим пенсионерам не будет предприятие теперь вот, ну, как бы год проходит и перечисляет пенсию в пенсионном фонде, что вот этих отчислений предприятий, если пенсионер работает, не будут делать. Вот так это или нет? Я тоже слышал об этом. Спасибо, Светлана, за звонок. 651099,6, код города 495. Звоните, задавайте свой вопрос. У нас не так много времени до конца эфира. Вы слышали, Евгений? В том пакете, что подан в Думу, я не успел проверить. Это в СМИ информация действительно была по новой формуле. Там вопрос, действительно, в какой степени это будет распространяться вот на тех, кто, собственно, по новой формуле ничего не получает. Потому что, насколько я себе это представлял, это должно было распространяться на тех, кто по новой формуле будет выходить на пенсию и получать эту пенсию. И, то есть, как бы это будет касаться там перспективы, как мне казалось, довольно отдаленной. Надо смотреть то, что конкретно там подали в Думу с последними формулировками. Боюсь, вот по этому конкретно пункту не смогу помочь. Есть такая вероятность. Ну, мне кажется, что это точно не должно вступить в силу в ближайшие годы. Там точно это должно быть сдвинуто, как минимум, на несколько лет. Там Максим дозвонился еще. Максим, здравствуйте. Алло. Да, Максим, здравствуйте. Ну, во-первых, я бы хотел сказать спасибо Евгению Надоршину. Ты бы тут пересмотрел на его новогоднее выступление по какому-то каналу, где он, в принципе, очень точно спрогнозировал события на 2013 год. Вот так. Пожалуйста. Надо же, то есть, как бы, новогоднее, новогоднее. Следующий новогодний. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, надеюсь. И второе. Значит, не могу сказать, что я эксперт, я не экономист, но по логею, демокацию, статистику проходил в курсе как бы обучения. Вот. Я с вами четвертого года и реально понимаю, что пенсии у меня не будет. И я это понимаю уже 12 лет. Я, ваши ровесники, я с вами полностью согласен. Я такого же мнения не придерживаюсь. И все, что происходит... Я начал готовиться к этому заглядя. И, собственно, рекомендую. Ребята, вот все, кто слушает, не надейтесь, не будет. Вспомните начало 90-х, сколько пенсионер мог купить на свою пенсию. И это нас ждет в ближайшие 20 лет, я так думаю. Ну, когда деньги закончатся. Понятно. Максим, у вас есть вопрос или нет? Вопрос, собственно говоря, такой. Как Евгений прогнозирует, скажем так, на ближайшие 4-5 лет перспективы развития экономики и, соответственно, с этим пенсионного и социального обеспечения. То есть новогоднее обращение должно прозвучать сейчас. До Нового года еще почти полтора месяца. Хорошо, но я кратко. Спасибо, Максим. Хорошо, кратко. 14-й год рецессии с высокой долей вероятности. Я пока единственный из тех экономистов, кого я знаю, кто это ожидает. Поэтому имейте это в виду. Я очень пессимистичен. Дальнейший рост, как бы не более там, одного, ну полутора, ну да, два процента. Хорошо, где-то там в семнадцатом году. Ну вот не более двух процентов. То есть это рост на уровне стагнации. Я согласен с тем диагнозом, что да, в российской экономике видимо стагнация. Модель нашего развития уперлась в некоторый тупик. Бизнес инвестировать не готов. И да, хочу... Да, и к сожалению, да. Понятно, возможности для наращивания социальных обязательств у государства есть. У нас большой запас по наращиванию долга, если мы на это решимся. Поэтому все, что прописано в президентских указах может быть выполнено. Урезанные как бы вот эти вот обещания пенсионерам, когда то, что пенсии будут индексироваться не более, чем на инфляцию, тоже выполнить можно будет. Мы можем себе это позволить. А потом будем расхлебывать. Да, а к сожалению, к сожалению, поскольку пока российская экономика не может ничего обеспечить. Мы не можем обеспечить базу. Я говорю, то есть это важный момент. Это адреса, это проблема не только, да, то есть численность, производительность, это относится не только к бюджету чиновникам и собственникам предприятий. Это то, что касается каждого из нас. И я помню, я говорил это, возможно, и в прошлом году тоже. Нужно работать, иначе, соответственно, боюсь, нам это не по карману. Сейчас тот объем социальных обязательств, я согласен, что на 12 тысяч, я говорил, может быть, про 20-30, если вот говорил, что на это можно жить. На 12 тысяч, если мы говорим, например, про Москву и крупные города, это действительно крайне тяжело. Физически можно, смотрите. Продуктовый минимум набирается. Это не хватит на лекарства, как минимум. Там есть субсидии, я хочу вам сказать, то есть как бы не все из них обязательно покупать. Субсидии, Евгений. Достаточно. Давайте Андрея послушаем. Ну, не проблема. Давайте Андрея послушаем. Андрей. Добрый день. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что я, как мне 26, я понимаю, что я к пенсии, к 60 годам буду в лучшем случае надеяться на один мрот, который будет равняться моей пенсии. Просто только, сколько я на это куплю, и когда буду покупать все этот денег. Я, конечно, немножко в финансовой сфере тоже работаю. Ну, собственно, я для себя сделал схему. Она вроде протестировала, немножко она работать начинает. А так, действительно, один мрот, и все. И что называется, сушим весла. Понятно. Спасибо, Андрей. Правильно понимаете. Ну да, но я только уточнил бы, что, наверное, все-таки тысяч на 10 рублей вот в нынешней стоимости, да, то есть на 20 лет их, значит, на инфляцию там домножить, поправить, то есть тогда это будет там... Нет, но в те времена будет свой мрот. 20-25, да, да. То есть как бы вот на это можно, в принципе, рассчитывать. То есть я думаю, что наша экономика в нынешнем состоянии и с теми тенденциями, которые, как я вижу, она может себе это позволить. Вот я боюсь, что действительно достойную пенсию, к сожалению, боюсь не об этом разговора. Можно я расскажу анекдот? Да. Очень приличный. Я его прочитал и удивился, что... В этой ситуации, когда вы так говорили, лучше неприличный. Честно. Нет. Такой пессимизм. Ну какой пессимизм? Он про то, что у нас есть деньги, их много. Анекдот звучит так примерно. Если бы все деньги, которые потратили на Олимпиаду, раздать каждому поровну, будет по 4 миллиона рублей. Да это известно, да. Да, слушайте. Какие у нас... Что, по 4 миллиона на человека? Да, да, да. Я не знал. Я тоже слышал эту... Там же как бы, ну это все достаточно сложно сконструировано. Какие ресурсы в нашей экономике? Слушайте. Да, если... При всех делах можем раздать по 4 миллиона, строим Сочи, а еще и пенсии обещаем людям платить. 40 миллионов. Да, там посчитали. Я тоже слышал эту информацию, но не решался ее озвучить, потому что я думал, что это какая-то ерунда полная. Но на самом деле подтверждается. Да. По 4 миллиона. Представляете, квартиру, по большому счету, можно было в Подмосковье купить. Вот он. Да какую квартиру? Вы что? Нет, это что? Там должна быть ошибка на 3 нуля. Еще хороший пример. Извините, ладно, я не могу судить. На Доршин в пол в кому после этого. Вот-вот-вот, ему народные мудрости ему подбрасывают вопросы. Да, я вам хочу сказать самый важный момент, который я хочу сказать, что очень тяжело и очень плохо, что ответом, соответственно, на действия государства в пенсионной сфере, что прошлое, что нынешнее, часто является, что я могу рассчитывать на себя. Это звучало и в ваших словах. Это всегда звучит. Это плохо, я вам хочу сказать. Почему? Потому что, смотрите, экономика поэтому не видит длинных денег. Это одна из существенных причин. Почему? Потому что наши долгосрочные интересы, де-факто, мы прячем на коротких депозитах, кто в квартире, кто в машине, кто в чем угодно. Дальше, соответственно, получается. Невозможно при этих условиях сформировать длинные дешевые деньги, дешевый нонсенс, потому что для нас будущее настолько неопределенно, что мы не можем дешево вкладывать. То есть мы все хотим высокие доходности. А экономика, которая, когда модель роста уперлась, в какой-то тупик, потолок, и мы не растем, она просто не генерит вам проектов с должной доходностью. Это значит, соответственно, что мы обречены, то есть мой прогноз, возможно, оптимистичен. Хорошо, рецессия в 2014 году минус один, положим там, пока пессимистично, но вот просто дальше, 15-16, возможно, роста у нас просто может не быть. Вы просто призываете людей к тому, чтобы они повышали свою производительность труда. Это я считаю, что сейчас вообще в принципе это обязанность. Обычный призыв не будет, он не услышит. Человек, привыкший жить в советской системе, не услышит вас. Он будет делать все для того, чтобы не работать. Ведь это понятно. Здесь нужно выстраивать систему, чтобы заинтересовать или стимулировать человека. Здесь нет ничего. Греция. Греция, то, что с ней происходит сейчас. Это недостаточный для нас стимул. Слушайте, люди едут в Грецию и говорят, да, у них там 400, сколько вы сказали, сколько они сейчас получают? 400 долларов? 1200. Ну, 1200. Они уже не получают. Сейчас может быть уже 400. Они довольны жизнью. Ну, не похоже. У них тепло. Не знаю, разговаривал с греками, да, у нас кризис, ну и что? Ну, смотрите, это, наверное, греки, которые комфортно устроились. Не знаю. Мама высылает ему деньги. Из России. Давайте Михаил нас... Из России высылает. Михаил давно ждет. Давайте послушаем Михаила. Ждал я одного такого грека. Михаил, Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот долго думал с точки зрения, что же я буду иметь, когда выйду на пенсию от государства из тех денег, заплаченных мною. И вы знаете... А что тут думать? И так понятно, ничего. Нет, нет. Небольшой анализ в принципе показывает, что в мире любая... Нет идеальной пенсионной системы. Это либо система перераспределения, либо перекладывание с кармана в карманы внутри бюджета, либо просто какая-то надуманная. То есть в принципе в мире любая пенсионная система она трещит по швам. Почему бы государству честно не признаться? Уважаемые господа, вы знаете, мы не сможем просто умереть легче. Ну вот представляете, человек вышел и сказал такое. Вы знаете, вот я это говорю, но я на себя крест не ставлю. Да, но вы не политик. Вы станете политиком, и вы никогда это не скажете. Даже если, я не знаю, будет в тысячу раз тяжелее, вы никогда это не скажете. Не признайте вы это вину, потому что вы сразу уже станете политическим трупом. Конечно, не своя. Не своя умно-политическая обочина. Подождите, подождите, дайте я доведу мысли до конца. Доведите у вас 10 секунд, да. Хорошо. Государство говорит, ребята, мы с вас не собираем накопительную часть. Мы оставляем страховую, на которую будем содержать существующих пенсионеров. А вы с этого времени начинаете заботиться о себе. А, понятно. Спасибо, Михаил, спасибо, к сожалению, 10 секунд до конца. Спасибо, господа, тема не закончена. Спасибо. Вывода никакого. Доживем до старости. Почему? Не нравится? Вывод вполне конкретный. Это продавец. До встречи.